Теперь второй шаг, но прежде чем к нему приступить, я хочу вас попросить подписаться на мой канал, потому что мой сыночек мне сказал, что по статистике, он у меня смотрит статистику, просмотры видео идут от людей, которые не подписаны. А мне бы было так приятно, если бы вы подписались, поэтому прямо сейчас жмите подписаться и колокольчик, чтобы приходили вам оповещения, чтобы вышло новое видео. Вот, а мы будем стараться их делать для вас как можно чаще. Привет всем! Ну что, соскучились? Будем снова рисовать. Сегодня у меня несколько картинок, которые я хочу с вами нарисовать, но выберу я только одну. А вы можете посмотреть на эти прекрасные акварели и написать в комментариях, какую бы вы хотели нарисовать на следующее занятие. Сегодня у нас вот такой вот домик на Северном полюсе, домик в снегу. И вообще это первая работа, с которой я начинаю акварельные занятия. Да, у меня есть курсы по акварели, где я системно рассказываю все акварельные хитрости. И есть также занятия мастер-классы, они очень похожи на эти ролики, которые есть на ютубе, где мы рисуем акварелию. И вот эта работа чаще всего у меня идет первой, потому что она очень простая, но интересная. Нам понадобится бумага Arsh, стопроцентный хлопок. Формат у меня А5, половинка А4, скотч, малярный, бумажный, обыкновенный, строительного магазина. Мы фиксируем лист по периметру равномерненько на какой-нибудь поверхности водоотталкивающей. У меня пластик белый. Нам понадобится карандаш, стерка, клячка и кисточки. Какая-нибудь средняя, это небольшая кисточка и маленькая. Две кисточки нам понадобится... А, еще флейц. Флейц я забыла достать. Флейц, да? Это кисточка, которой мы будем мочить лист. Далее нам понадобятся салфетки, вода, обязательно палитра, ну и акварельные краски. У меня Невская палитра. У вас, если будут какие-то другие, то примерно смотрите по цветам, что я беру. Подбирайте в своих красочках. А в самых-самых первых уроках там на моем канале есть про выкраски, про то, как выкрашивать краски для того, чтобы понять, как они выглядят в растяжке с водой, в более концентрированном виде. Поэтому вы можете посмотреть и выкрасить свои краски, и это вам очень поможет лучше в них ориентироваться. Так, что у нас? Начинаем мы с рисунка карандашом. Карандаш у меня механический, но самый мягкий, который может быть 2Б. Ну, грифель для этого карандаша, самый мягенький 2Б. Мы рисуем первый сугроб. На карандаш мы не давим. То есть вы какую хотите волну, в принципе, такую делайте. Если у вас здесь возвышенность, то домик будет стоять на возвышенности. Может быть впадинка, домик будет стоять в впадинке. Ничего страшного. И второй сугробик. Можно их сделать как бы разнонаправленными, чтобы было более интересно. И вот здесь вот маленький домик. Чем домик меньше, тем больше будет космоса. Да, вот это вот небо, которое у нас здесь такое красивое, похоже на северное сияние. Такие вот переливы красочные, акварельные. Чем больше будет вот этого места и меньше объект в кадре, тем космос будет казаться объемнее. Начинаем с того, что мы вот здесь вот рисуем маленький прямоугольник. Маленький. Я рисую даже меньше, чем тут, потому что будет так интересней. Этот рисунок я, кажется, рисовала с детками. Лет шести, семи. И поэтому мы рисовали более крупно. Маленький прямоугольник. Рядом с этим прямоугольником я рисую маленький квадратик. Все очень просто. Над квадратиком я рисую маленький треугольничек. Видите, с детьми можно очень прекрасно рисовать, разбирать, какие фигуры как выглядят. Дальше я заканчиваю вот здесь такой вот фигурой, которая мне образует крышу, трубу непременно. Всем очень нравится. Все спрашивают, а трубу? Конечно же рисуем трубу. Два квадратика, которые уходят в наш сугроб. Это будут окошки и крестики в квадратиках, которые будут ставеньками. На этом наш карандашный рисунок закончен. На этом мы потратили ровно одну минутку. Дальше. Для того, чтобы уменьшить тон карандаша, мы используем клячку. Это такая стерка эластичная, которую можно переминать, когда она загрязнится. А грязнится она от того, что собирает тон нашего карандашика. Вот таким вот образом. Ай, тут домик отпечатался. Илюха, смотри. Вот. И когда она вот так вот грязнится, мы ее переминаем, и она снова становится чистенькой. Откладываем и карандашик, и стерку, и клячку. И подбираем цвета, которые нам нужны. Если вы видите на картинке желтый, то начинаем с желтого. Желтого. Правильно. Я возьму кисточку побольше и буду набирать. Когда у вас чистая палитра, и вы набираете краски, набираете их в том порядке, в котором вы их будете брать. Для этого картину нужно логически разложить пошагово. Сделать какой-то алгоритм предварительный. Как вы будете ее рисовать. Потому что акварель, она очень технологична. Если вы начнете с какого-то другого шага, то вы не сможете вернуться к тому, который вы пропустили. Поэтому нужно разложить и делать в том порядке, в котором я говорю. Шаг номер один. Это набираем желтый. Хотите теплый, хотите холодный. Тут не принципиально. И набираете вы его в первую луночку, потому что с этого начнется ваша живопись. Буквально одну капельку, потому что его здесь мало. Дальше вы набираете розовый. Так, это у меня. Розовый. Розовый очень яркий. Ну, вообще, это картинка декоративная, поэтому яркости бояться не нужно. Тем более, в палитре у вас чистые цвета. А так как мы их будем укладывать в воду, они у вас смешаются. Поэтому можете набирать достаточно ярко. фиолетово-розовый. Если у вас нету фиолетового-розового, вы можете смешать. Угадайте, что? Фиолетовый и розовый. Получится фиолетово-розовый. Дальше я беру ярко-голубую краску. А, у меня ее тут осталось совсем мало. Но вот этого мало мне хватит еще на 10 картин. Акварель, она очень экономичная. Мы набираем концентрированный пигмент всегда. И всегда его разбавляем водой, в зависимости от той прозрачности, которая нам нужна. Поэтому акварельной краски хватает очень надолго. Это тоже есть в одних из первых моих уроков. Уроков на ютубе. Которые я снимала еще в Краснодаре. в старой своей мастерской. Можете посмотреть. Там еще котик Степочка. И возьмем сразу индиго. Давайте сразу возьмем индиго. Вы можете сделать переходов больше. Можете какой-то темно-синий взять, синий-фиолетовый. Ну, я возьму сразу индиго. Видите, цвета очень концентрированные, насыщенные. То есть пигмента много, воды мало. Потому что картинка декоративная, такая яркая. Несмотря на то, что это такой, какой-то северный полюс, как я его называю. Но он такой иллюстративный. Хорошенько моем кисточку, прежде чем поменять воду. Потому что сейчас, после того, как мы набираем краски, тоже во всех видео уроках я это говорю, мы потом всегда меняем водичку, потому что увлажнять лист нам нужно только чистой водичкой. Всегда. И начинаем с того, что мочим весь лист. Абсолютно весь. Берем флейц. Набираем побольше воды. В предыдущем видео уроке в комментариях был вопрос, что делать, если вода стекает в какую-то лужу. Для этого нужно использовать бумагу потолще. То есть есть профессиональная хлопковая бумага, которая по плотности очень тоненькая. Я рекомендую 300 грамм и больше. Она уже примерно как тонкий картон. Тогда она меньше деформируется, меньше получается этих ямок, выпуклостей, где вода откуда убегает и куда скатывается. И работать гораздо легче и приятней. Но в любом случае, какая бы у вас бумага ни была, вы ее должны хорошенько промочить, чтобы она сохла равномерно. Для этого вы ее проглаживаете много раз кисточкой. Я могла на других уроках проглаживать и рассказывать что-то другое, полезное, интересное, и не сакцентировать на это внимание. Но вот сейчас, после заданного вопроса, я акцентирую внимание на том, что я всю воду распределяю по листу равномерно и помогаю вот этими мягкими движениями листу пропитываться тоже равномерно. и благодаря этому он будет высыхать равномерно. То есть, чем вы любовнее и тщательнее увлажните этот лист, тем легче вам будет на нем работать. Он тоже вам ответит взаимностью в конце. лишнюю воду вы убираете, то есть, можно ее об салфеточку промокнуть. Берете кисточку сейчас большую и начинаем с желтого. Где у нас желтый? У нас желтый свет в окошках этого домика и на сугробе. Поэтому мы ставим точечку вот здесь. Смотрите, да, я еще не оторвала руку. И как бы гоним ее вниз. Если она расплывется вверх, ничего страшного. У нас тут такое будет пятно. Но оно должно в большей степени расплыться вниз, потому что это рефлекс на белом снегу. Белые поверхности отражают все остальные цвета, поэтому снег у нас такой же, как небо. Розовый, синий и желтый свет в нем тоже отражается. Пятно расплывается, ничего страшного. Если вам не очень нравится, допустим, желтый на крыше, то можете его отсюда кисточкой подсобрать. Но в этом нет ничего страшного. Здесь вот он тоже желтенький есть. И это притягивает внимание к домику, потому что теплый свет всегда притягивает внимание. Сначала мы смотрим на теплые зоны, потом на холодные, поэтому это даже нам в плюс. Дальше мы берем следующий цвет и распределяем его в нижней части листа нашими любимыми движениями, которые касаются, кисточка листа касается такими вот точечками, не втирая краску, не втирая вот такими движениями, а точечками и эти точечки они сойдутся обязательно и сделают красивейшие разводы. Где-то будет посветлее, где-то будет потемнее, это сделает вашу поверхность живой. Если вы сделаете эти точечки очень сильно близко к друг другу, то у вас будет просто равномерно залитый лист, поэтому старайтесь делать их с разным интервалом по крыше тоже можно пройтись и сюда вот где у нас желтый попал вверх немножко его приглушить. Вообще когда все растекается, то лучше следить за тем, что происходит на листе и редактировать свой рисунок в зависимости от того, куда потекло. Как-то это корректировать, то есть подруливать немножечко. сейчас я беру фиолетово-розовый и немножко внахлёст такими же точечками я прохожусь чуть выше этого розового, то есть розового у нас примерно половина листа. Внахлёст теперь можно брать голубой промываем кисточку тоже внахлёст голубой краски растягиваются водичкой смешиваются очень красиво я смотрю опять-таки поправка на ветер что очень активно вода потянула весь желтый у меня исчез и я пока здесь еще все мокрое могу это откорректировать я убираю чистой отжатой кисточкой розовый интенсивный отсюда вижу что у меня желтый практически совсем пропал и я его могу еще добавить то есть мне вот здесь нужен мой желтый вот здесь добавили и наверх индиго когда у нас даже такой небольшой лист мокрый даже на таком небольшом листе небольшом формате очень сложно уследить за влажностью вы пишете что у вас лист высох еще до того как вы закончили рисовать укладывать вот этот первый слой который мы с вами делаем поэтому сразу предупреждаю что нужно работать быстро и теперь вы можете подождать посмотреть если вам хочется где-то чего-то добавить то можно добавить можно даже сделать такими вот брызгами на этой работе таких брызг не было но почему бы и нет можно один цвет добавить в другой для того чтобы они красиво расплывались потому что небо у нас волшебное вот этот вот синенький я немножко уберу все теперь мы сушим так как у нас на листе было много воды и в палитре было много воды мы все время мыли кисточку вода у нас здесь естественно приумножилась и естественно у нас образовалась лужица если мы сейчас начнем сушить феном сразу то это все вся красота у нас исчезнет она раздуется потоком воздуха и пропадет вы можете пойти пить чай и оставить чтобы оно сохло самостоятельно либо просушить феном но если у вас много жидкости на листе то вы сушите через руку чтобы не раздувалось потоком воздуха и на низких оборотах то есть не самым сильным напором воздуха и так просушиваем весь лист равномерно не очень удачно собралась вода да бывают такие моменты и у профессиональных художников мы тогда можем взять либо сухую кисть но я беру салфетку так чтобы минимально влиять на движение слоев посмотрите хорошая салфетка которая хорошо впитывает вот она вот таким вот образом впитывает лишнюю воду и вы ее можете вот так вот подсобрать потому что вы сушите лист и он сохнет неравномерно неравномерное высыхание всегда плохо в акварели вам нужно высушить равномерно и раз уже пошла такая вот история у нас мы ее можем откорректировать почему бы нет у всех случается вот хорошо что это у меня сейчас произошло потому что вы можете видеть как вы можете сами себе помочь в этой ситуации подсобрали эту лужицу теперь ее меньше и продолжаем сушить вот это шаг номер один и тоже вы спрашиваете как понять лист высох до конца или нет если он все еще деформирован то есть у него есть вот эти вот деформации бугорочки такие вот да и впадинки это значит что он еще мокрый его нужно сушить пока он не распрямится не натянется до такого же состояния как вы его приклеивали продолжаем сушить вот теперь наш лист практически идеально ровный и вы видите как побледнели краски то есть в начале ролика краски были вот такие яркие как в палитре да в них было много воды и они от этого были глянцевые выразительные когда они высыхают они теряют свою насыщенность это нормально если вы хотите иметь более насыщенный цвет берете более густую краску но не густую как пасту а меньше воды больше пигмента теперь второй шаг но прежде чем к нему приступить я хочу вас попросить подписаться на мой канал потому что мой сыночек мне сказал что по статистике он у меня смотрит статистику просмотры видео идут от людей которые не подписаны а мне бы было так приятно если бы вы подписались поэтому прямо сейчас жмите подписаться и колокольчик чтобы приходили вам оповещения чтобы вышло новое видео вот а мы будем стараться их делать для вас как можно чаще второй шаг это вот этот сугроб сугроб на заднем плане он тоже живописный в нем есть какие-то подтеки но у него есть конкретная форма как этого добиться это частичное увлажнение сейчас мы увлажним весь сугроб обходя домик трубу все спрашивают про трубу можно не обходить потому что она темная поэтому нам не важно закраситься под ней или не закраситься она такая маленькая что ее сложно обойти поэтому не стоит это тех усилий сейчас я увлажняю сугроб ровно по форме карандаша когда у вас такие темные тона то карандаш даже может потеряться поэтому когда вы знаете что у вас будет картина насыщенная то проклячивайте не сильно интенсивно проклячивайте да это от слова клячка клячить проклячивайте не сильно интенсивно увлажнили сугроб по форме прочерченных линий и обошли ровно домик и теперь каким хотите цветом хотите фиолетовым хотите голубым хотите розовым неважно каким ну не индиго точно каким-то более синеватым вы прорисовываете кончиком кисточки край потому что край увлажняется обычно неровно а нам нужна ровная форма край сверху и снизу тоже видите насколько я быстро работаю маленькая область мы ее чуть-чуть увлажнили она тоже спешит высохнуть обходим кончиком кисточки домик тоже редактируя его форму и внутри нашими любимыми движениями точечками делаем этот сугроб гораздо более насыщенным чем он был изначально корректируем кончиком кисточки форму домика чтобы она была ровненькая я всегда шучу чтобы он не был покусан акулами и снова сушим потому что теперь нам остается нарисовать собственно сам домик и если мы приступим к рисованию домика сейчас естественно все расплывется поэтому берем фен и сушим маленьким напором воздуха через руку как только краска уляжется до матового состояния можете увеличить напор и убрать руку отверстие высушили лист и приступаем к рисованию домика для этого мы берем тоненькую кисточку индиго концентрированные достаточно и рисуем также как мы рисовали карандашом то есть начиная с прямоугольничка квадратик закрашиваем вот этот торец и дорисовываем трубу всех тоже опять-таки волнуют вот эти вот линии четкие но как бы если вам крыша видна достаточно то их можно не делать если форма крыши где-то нарушена то можно такими линиями не по всему периметру а частично подчеркнуть форму крыши то тончайшими линиями и здесь еще оставлены такие как бы проплешины они не знаю выглядят как налипший снег наверное они делают тоже какую-то фактуру стены и стена выглядит интересней поэтому можете оставлять аккуратненько тоненькой кисточкой рисуете прямоугольник закрашиваете его обходя окна которые у нас тут утонули в сугробе ну вот у меня тут чуть-чуть получилось оставить делаем крестики внутри перед перекладинки в окошках тоненькой кисточкой дальше чтобы форма домика все-таки была не плоская меняла свое направление мы там не видим он очень маленький но все равно мы оставляем вот здесь вот тончайшую вертикальную линию она даже тоже может быть не цельная такой вот как штрешочек маленький и вот здесь вот я треугольничек опускаю ниже немножечко чтобы создалось ощущение вот посмотрите внимательно как будто сугроб на крыше лежит и вот здесь вот закрашиваю тоже с такими проплешинками для того чтобы создать ощущение что какой-то там налипший снег более интересную фактуру создать и вот здесь вот трубу в принципе крыша видна и так да она такая же снежная как вот этот вот снег внизу и на ней рефлексирует цвета розовые из неба и они более теплые за счет удачно расплывшегося желтого причем то как он здесь расплылся мне даже больше нравится как-то так атмосфернее он лег здесь немножечко такой вырви глаз цвет получился здесь он смешался очень красиво и за счет сугроба на заднем плане который более темный крыша как раз таки и появилась и в принципе на этом наша картина и уже и готова но остались у нас я не знаю это то ли звезды то ли снежинки наверное все-таки звезды чем темнее у вас здесь получилось то есть вот сюда вот лучше прям совсем концентрированный с цвет укладывать но только когда вы делали первую заливку сейчас уже это сделать невозможно то здесь звезды будут ярче то есть для того чтобы точечки белые были более выразительные поверхность должна быть более темная поэтому ну вот сейчас как вышло так вышло в принципе есть вариант исправления то есть в принципе можно еще раз увлажнить и сюда залить более темный но уже она расплывется не так красиво будет видно что там были какие-то исправления акварель она выглядит легче и более изумительно когда она написана с первого раза поэтому если у вас как у меня то есть да посмотрите я тоже не дотянула до вот этого состояния получился индиго очень светлый то повторите эту картинку она достаточно быстрая эту заливку с более концентрированным индиго набираем белый белая вот эта акварель она не очень хорошо брызгает но сейчас мы тоже чуть побрызгаем и еще я вам покажу чем можно редактировать вот а до этого я хотела бы у вас узнать хотели бы вы иметь подписку на мой курс где я рассказываю более подробные секреты построение предметов в рисовании определенных форм и карандашные и акварельные цветоведения которые вы просите а я вам все обещаю youtube дает возможность делать еще один канал как дополнительный да как на насколько мне точно объяснил мой сын где за подписку месячную будут доступны видео эксклюзивные которых нету на основном бесплатном канале и у вас будет за совсем небольшую сумму возможность развиваться гораздо большими шагами и гораздо быстрее понимать суть акварельной живописи и вообще живописи рисования в целом поэтому если вам такая идея по душе напишите обязательно в комментарии и мы рассмотрим возможность ведения такой странички для этого нужно будет побольше работать сын мне показывает как она называется но я не вижу как в бусте бусте и соответственно если я буду тратить на это больше времени и более специализированную информацию давать более как научную даже можно сказать по университетскому курсу соответственно как бы небольшое вознаграждение за это за эту работу мне моему сыну можно будет перечислять за подписку на этот канал ну в общем это у нас про в проекте на новый год наши планы расширяться давать вам более качественную информацию и мы ждем от вас как это называется ответов интерактива да и сейчас продолжаем брызгаем наши звезды тоненькой кисточкой я набрызгиваю белую краску если у вас брызгать не получается приложите больший усилий то есть представьте что у вас в руке термометр наш советский с ртутью который нужно встряхивать чтобы обнулить если вы его будете вот так трусить как вот я сейчас делаю у меня ничего не происходит и говорят я не могу брызгать не могу я говорю сделай так как будто ты встряхиваешь термометр а еще можно прибавить усилия от постукивания пальцем тогда брызг будет больше но все дело в тренировке тренируйтесь и брызгать это огромное удовольствие как только у вас получится вам захочется забрызгать все что есть тут тоже главное вовремя остановиться если у вас это только звезды пускай они останутся наверху то есть если чтобы у вас брызги не попадали вниз можете прикрыть рукой либо бумажечкой какой-то ненужной эту часть если брызги не белые не не сильно видны то вы можете взять замазку которую используют школьники для того чтобы исправлять оценки в тетрадях или ошибки которые в ручках и потыкать этой замазкой она тоже оставит белые более выразительные капельки и на этом наша картина готова здесь у меня спрятанная подпись так как на работе ничего больше не заображено кроме домика то подпись не может быть больше и активней домика то есть если вы хотите подписать эту работу вам нужно подпись свою скрыть так чтобы ее вообще не было видно иначе она станет еще одним объектом на картине поэтому возьмите максимально похожий цвет на ну допустим на сугроб потому что вот здесь на светлым она будет видна и подпись и домик они будут спорить кто главный в картине естественно домик поэтому подпись мы прячем и я подписываю ставлю маленькую свою подпись и уже 2020 новый год как будто 2000 получилось сейчас когда высохнет немножко исправлю ну и так как 2020 уже наступил мы вступаем в новое десятилетие я хочу вас поздравить пожелать вам творческих узбеков много времени на то чтобы вы могли реализовать свои мечты и желания побольше времени на себя на творчество и на любимые дела потому что все мы бежим работаем несёмся куда-то и остается так мало времени для того чтобы сесть и порисовать и чтобы у вас всегда находилась минуточка чтобы вспомнить о том что надо посмотреть не вышел ли у насти новый урок и часик в выходные сесть спокойно с удовольствием кайфово порисовать я вас всех поздравляю с наступившим новым годом целую обнимаю ваша я подписывайтесь я хочу много подписчиков и ставьте лайки если вам понравился этот урок пока фотку будешь делать а то я запачкалась и запачкалась и и Продолжение следует...